всем привет 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 а это снова я в общем опустилась я уже до уровня лазанья по помойкам в общем сегодня шла я в лидл но она же тут помойки прям вы же видели да прям стоят вот так на улице прям вот так нигде не спрятана ничего вот и проходила я мимо мимо помойки там стояла коробочка вот со всем вот этим добром я не взяла потому что я шла в лидл а в лидл мне идти довольно далеко думаю ну ладно если кто-то возьмет значит значит не мое но мне повезло никто этого не взял в общем то притащила я все это домой снимаю на балконе потому что я ничего из этого еще не мыла единственная потом скажу что я сполоснула а потому что мне не терпелось вот а все остальное еще не мытая вот так вот как есть и не знаю от жадности притащила всю коробочку но честно говоря не знаю что из этого я себя оставлю а что нет поэтому так как она не мыта я его не ну не хочу ставить на обеденный стол поэтому здесь на балконе снимаю быстро потому что стол здесь после нескольких дождей он такой пыльненький вот его тоже нужно будет мыть в общем я все вот это дело сниму а потом помою все все вместе помою ну поехали это конечно хотелось бы мне вам показать на закусочку но так как она лежит сверху показываю показываю сейчас в общем я не знаю что это это тыква или это яблоко но в общем то в принципе как бы как бы должно было я не вижу даже что я снимаю должно было бы быть яблоком ну вот так вот как здесь есть вот эти штуковины вот как в тыкве я его немножко воспринимаю как тыква но они обалденные эти штуки конечно я оставлю себе я их никуда не выброшу никому не подарю потому что у меня коллекция таких штуковин я такие штучки обожаю очень представляете какие вещи иногда выбрасывают на помойку ну как на помойку это стояла коробочка рядом с мусорным баком то есть это не то что я там прям рылась в помойке но было стыдно вы себе даже не представляете идет такая барышня на каблуках длинном платье господи я редко выхожу с макияжем на сегодня я была с макияжем я выгуливала сегодня мой комплект который называется роксолана уже не первый раз его выгуливала сайте вот это вот в браслете у меня есть такое кольцо массивное есть я его сегодня еще первый раз надела вся такая в бусах господи и такая роется на помойке ну ладно но не не роется на помойке ну ладно в общем все равно притащила с помойки вот такая бутылка ну я люблю бутылки я не могла устоять бутылка в виде бамбука вот такая она вот я тут пыталась сполоснуть она еще мокрая внутри но в общем то потому что она была какая-то очень пыльная особенно внутри в общем вот такая бутылочка покажу его так в профиль хотя я не вижу что я там снимаю. Я подняла мой штатив как можно выше, для того, чтобы все богатство было видно. Вот. Вот такая бутылочка у нас. Обожаю такие бутылки. И вообще бутылки люблю. Ну, вот прямо ко дню Хэллоуина. Вот такая прекрасная ведьма. На удачу. Красивая. С одним зубом. Она, правда, вот здесь немножко выщербленная. Но я ее черным лаком для ногтей здесь покрашу. Здесь не то, что выщерблена, но просто как краска. Она отбилась. Вот в таком красивом она одеянии. Я так понимаю, кто-то ее уже пытался тут лаком с блестками покрывать. Потому что вряд ли она была так покрыта. Но это ее не портит. Вот такая ведьма. Ну, это железячка. Вот у нее черный кот. Это обычная китайская ведьмочка. Тут ничего такого особенного нет. Но как раз для Хэллоуина мне очень даже понадобится. Так, и еще одна ведьмочка для Хэллоуина. Вот такая маленькая, тоже с черным котиком. И написано по-испански Бруха де ля Суэрте. То есть, ведьма на удачу. У этой ведьмы большущий нос с бородавками, очки. Вот такая шапка. На шапке сидит сова. Стоит она на камнях. Вот такой красивый кот с хвостом. Вообще обалденная. Сумка у нее такая вот. Вообще супер. Ведьмочка просто супер. Ну, в общем, вот такие хэллоуинские у меня. Очень странно, да? Перед Хэллоуином выбросили хэллоуинские вещи. Так, вот такой дядя. Маркиз. Вот такой. Маркиз де Карабас. Что-то мне вспомнилась сказка о господи кот в сапогах. Маркиз де Карабас. В общем, вот такой у нас Маркиз де Карабас. Он без опознавательных знаков просто вот со шкатулочкой, с сундучком в таком вот в темно-синим в темно-синим цвете. Я не знаю, может быть, такие фигурки имеют место быть, потому что я видела много таких фигурок еще в секунде в Мальме. Вот именно в таком цветовом решении. То есть мордочка чуть-чуть у него подкрашена, а все остальное такое вот сине-голубо-серое тона. В общем, вот такой дядя. Вот он, по-моему, без, не знаю, это что-то помыть, наверное, надо, не знаю, но он без, целенький, тут никаких нет у него траблов. Так, вот такой у нас дядя. Дальше, дальше, вот такие штаны. Честно, но я не знаю, для чего эти штаны здесь вот так снизу и вот так сверху что-то сюда ложить. Я думала, может быть, ложить сюда, ну, на ночь, когда снимаешь там какое-то кольцо, какие-то серьги. Ну, в общем, вот такая мужская попа в серых джинсах, но здесь есть немножечко, вот как, он такой глазурованный, вот как, вроде глазурь где-то отошла, но ничего. Мы помоем и приведем это все дело в порядок, и все у нас будет красиво. Вот такие прям, мне напомнило мою, мою салонку. У меня тоже есть такие штаны, ну, и сверху на него ставится еще одна салоночка, где-то у меня в видео есть, не помню, еще в Мальме снимал, а сверху ставится уже рубашечка, то есть там салонка и перечница, такой набор. Ну, а это вот, ну, как же я не возьму, ну, как же я такое, такое счастье не возьму, ну, это же вообще просто обалдеть. А вот, были там два ангелочка, ну, ребят, ну, вы бы таких ангелочков оставили, вот таких поющих, красивых ангелочков. Мальчик и девочка. Девочка прямо аж глаза закрыла от удовольствия. У девочки есть, у девочки есть веснушечки в розовом платьице, мальчик в синем, вот так они сзади, вот, вот такая красота, уже он какая-то букашка лазит, они на балконе стояли, вот, вот такие крылышки у них, представляете, пришла домой, ставила коробку, у меня из коробки выпал вот этот ангелочек, вот этот голубенький, думаю, господи, так несла домой, чтобы не побить, а у нас же пол плиточный, думаю, ну, все, хана, не нормальный, целенький, это просто запачкано, или, может быть, трабл какой-то, но это не важно, потому что они классные, эти ангелочки, в общем, эти ангелочки, вот здесь дата стоит, 4 июня 2000 года, и написано Primera Comunion Laura и Primera Comunion Laura, то есть, эта Лаура имела первое причастие, то есть, это ей было 7 лет, когда ей кто-то подарил вот таких, вот таких красивых ангелочков, кое-что я оставила там на помойке, потому что мне оно, ну, как бы не нужно было, там был такой, какой-то котенок, написано было Besitos de Laura на попе, он такой просто, просто керамический котенок с мехом на голове, искусственным, и бантик был приклеен из ленточки, ну, то есть, Besitos de Laura, это значит, целую Laura, и 94-й год, и еще какой-то был такой вот, тоже, а, тоже два, два таких каких-то чудика, да, ну, что же это за насекомое такое ходит здесь, вот, какие-то, два, два таких чудика, они вместе были, монолитно, с рыженькими волосами, искусственными, тоже было написано Besitos de Laura, ну, в общем-то, я это не брала, так, теперь переходим к более массивным вещам, не знаю, как показать, но это подставка на кухню, вот, я очень сильно сомневаюсь, оставлять мне этого товарища или не оставлять, то есть, его надо хорошенечко помыть, я побрызгаю это все антижиром, сюда вставляется какая-то поварешка типа лопатки, но он хороший, но единственное, что его, конечно, вымыть надо хорошо, этого повара, с голубыми полотенчиками, у меня тоже полотенечко кухонное, все голубенькие, ну, в общем, не знаю, здесь на нем, конечно же, никаких нет, это, конечно же, новодел, это же, конечно, никакой не винтаж, это понятно, ну, в общем, взяла, уже брала, так брала, ну, и вот эта статуитка, она у меня тоже вызывает большие сомнения, она, кстати, очень тяжелая, здесь вот такой мальчик, который играет на флейте, вот, он сидит, у него собака, положила ему ногу на, свою лапу на его ногу, собака, кстати, очень классная, глаза так хорошо видны, ну, в общем, вот такой флейтист, честно говоря, ну, он тоже без, без опознавательных знаков, тут, может быть, что-то и было, тут, как бархатная бумажка приклеена, здесь чувствуется, ну, в общем, не знаю, взяла, может, кому-то понравится, может, кому-то подарю, я, конечно, статуэтки не собираю, то есть, какие-то ведьмы интересные, ну, в общем, не знаю, вот такое, вот такое вот чудо, взяла от жадности, ну, ой, прям ужас какой-то, так, дальше, потрясающие тарелочки, две вот таких тарелочки, вот, она прям, Аврора, она с бензиновыми разводами, вот эта розовая тарелка, потрясающая, а зачем взяла, я же, когда работаю с бусинами, я вот там выкладываю сюда, накладываю там всякие, и у меня ведь дефицит таких тарелок, у меня есть одна такая деревянная тарелочка небольшая, вот, а это вот еще одна такая вот стеклянная, красивая, вот, и еще одна вот такая пластиковая тарелочка, она поглубже, сюда побольше бусин влазит, вот, она какая-то пищевая, паву-позу, не знаю, вот она пищевая, выдерживает разные многие температуры, но мне она нужна для бусин, а не для пищи, в общем, вот такие прекрасные тарелочки, будут мне помогать, в моих бусиках, так, следующая, вот, такая хлебничка, вот, я ее уже помыла, и в нее высыпала свои ракушки, которые я тут собираю, а хлебничка была не пустая, вот, в ней был вот такой виноград, это стеклянный виноград, он очень такой винтажный, и я, кстати, виноград тоже мыла, и где-то одна бусина от него отвалилась, не могу найти, в общем, вот эту хлебничку я уже помыла, и приспособила ее для своих, для своих ракушек, потому что мои ракушки стояли просто в обрезанной двухлитровой бутылке, стояли здесь на балконе, и когда идет дождь, она наполнялась влагой, мне приходилось их высыпать сушить, а здесь красота, она плетеная, такая новенькая на вид, вот, и если туда попадает дождь, она все оттуда выливается, и никаких с этим проблем нет, короче, вот такая вот деревяха, это обычная деревяшечка, то есть это обычный срез, я не знаю, вот если смотреть по срезу, она похожа на можжевельник, вот когда-то покупали такие подставочки на югах, и это был можжевельник, но это вот подставка, здесь, наверное, что-то туда, какие-то, может, цветочки ставили, не знаю, долго думала брать, не брать, а потом все-таки взяла, значит, взяла ее зачем? Вот она такая вся стоячая, и на ней есть три, три вот таких вот гвоздя фигурных вбита, и я подумала, а что если я повешу сюда браслет, и сюда повешу сережки, вот, и буду демонстрировать, но, так как она вот в таких вот дырочках, я боюсь, что она повреждена вот этим вот караедом, или как он там, господи, я не знаю, как называется, знаете, старая мебель бывает побитая такими дырочками, ну, так как мой муж специалист работает с древесиной, вот, и он понимает в этом, я у него спрошу, если это какое-то повреждение, я ее, конечно же, выброшу, ну, может быть, гвозди вот эти оставлю, вбить в мои, в одну из моих, в моих этих, демонстраторов бус, ну, не знаю, в общем, посмотрим, ну, взяла она всякий случай, ну, такую тяжелючую, вообще, просто обалдеть, так, ну, и взяла я еще вот такую вазу, ваза овальная, на ней нет никаких абсолютно повреждений, вот здесь вот такого золочения, вот такие осенние листики, прям осенняя ваза, она идет прям вот с автографом, вот, с одной стороны, с другой стороны автографа нет, здесь она гладкая, ну, а здесь такая вот, ну, как штукатурка, да, я не знаю, бывает такая штукатурка, она с клеймом, вот эта ваза с клеймом, но я, честно говоря, я ничего не могу понять, что здесь написано, здесь даже написано, где она сделана, но я потом разберусь, а вот, и добавлю фото, ну, в общем, напишу, что это за ваза, вот такое вот у нее горлышко, никаких абсолютно повреждений нет, вот, у меня будет она стоять на балконе, эта ваза красивая, вот, вот так, так, и еще одна вазочка была у меня, вот такая вот распрекрасная, красивая ваза, ну, как я могла ее не взять, посмотрите, обратите внимание, какой здесь цветочек, ну, вот, здесь такой же, только смотрит в другую сторону, вот, здесь вот такой большой цветочек, а здесь вот такой вот еще бутон, ну, в общем, бутон, потом цветочек, потом в другую сторону, более раскрытый цветочек, и вот совсем раскрытый цветочек, вазочка потрясающая, помыть надо, она пыльная, вот, вот такая красота, я эту вазочку приспособлю к себе в ванную, она у меня будет стоять на раковине, у нас раковина, как раз такая вот, она квадратная, с квадратными, она, ну, такая прямоугольная, да, и как раз вот на ней, вот, вот как раз красиво становится, и здесь у меня будет стоять на щетке и зубная паста, вот, вот такая красота, в общем, вот так вот я полазилась сегодня по помойкам, ой, говорю же вам, натерпелась я сегодня, стыда, стыда, ну, ладно, получается, дело в том, что, вот, как и шведы, да, так и испанцы, выбрасывают вещи, но если они хотят их выбросить окончательно, без поворот, конечно, они их кладут в бак, или отвозят на специальную свалку, если мы говорим о шведах, а если они хотят, ну, оставляют эти вещи хорошие, и думаете, что их кто-нибудь заберет, они их просто вот так вот аккуратно в коробочке, оставляют на помойке, ну, рядышком с помойкой, в Швеции для этого есть подоконник, то есть, и все вещи, которые человек хочет оставить, он оставляет на подоконнике, я же вам показывала много вещей, которые я в Швеции забрала с подоконника, которые мне понадобились, вот, а здесь таким подоконником выступает просто, ну, просто место там, где помойка, вот, так что, вот такие дела, но, единственное утешает, что здесь помойки моют, здесь каждый божий день, городочек у нас небольшой, вот, и каждое утро, где-то около 8 часов утра, приезжает дядя на такой небольшой машинке, вот, и у него такой шланг, по типу бронзбойта, и он с этого бронзбойта моет все-все-все помойки, сначала выгребают, едет грузовик, выгребают мусор, мусоровоз, а потом, приезжает дядя и моет это все с пеной, и красиво, откуда у меня такое познание, потому что у меня вот прям напротив балкона помойка, а вот, ну, в общем, похвасталась со своими сегодня помоечными находками, ой, ну не могу, я так радуюсь этим, вот этим штукам, так они мне нравятся, прям аж не могу, такие классные, вот, похвасталась, все, а теперь мы направляемся на мытье, все, всем большое спасибо, всем всего самого-самого наилучшего, и всем пока-пока-пока-пока-пока,